Всем привет, от канала Let's Code, меня зовут Андрей. Продолжаем с вами писать нашу онлайн игрушечку со всеми ее предположениями, костылями и то, как видят Enterprise разработчик разработку всяких разных игр. Итак, что нам нужно сделать? В прошлый раз мы с вами настроили пересылку стейта игрока на сервер и, соответственно, получение этого самого стейта обратно. Но единственное, что посылаем мы на... Единственное, что получаем мы назад данные не совсем в таком виде, в котором хотели бы, а в чем именно у нас проблема? Проблема в том, что мы отправляем данные немножечко в таком хаотичном виде, который нас на клиенте не устроит. Например, ID-шник мы отправляем в виде просто строчки. Если человек у нас отключается, мы об этом никакого оповещения на сервер тоже не отправляем, точнее на клиентов, на других. И плюс ко всему, здесь я сделал предположение, что нам подойдет JSON-ридер из LibGDX, парсер, который уже по умолчанию есть. Но проблема у него скрывается, как только у нас получается несколько игроков. Дело в том, что этот самый JSON-ридер у нас не потокобезопасный, то есть при использовании многооточного приложения он будет вызывать всякие разные ошибки, которые нам, естественно, здесь вообще ни разу не нужны. Ну и один маленький еще нюанс. То, что я настроил рассылку стейта в виде мэпа, это дает и так как бы, ну, у нас используется жирный формат JSON, изобилующий большим количеством всяких разных данных, которые нам утяжеляют обмен. Ну и в дополнение, так как мы отправляем сюда мэп, у нас дублируются айдишники, то есть айдишник у нас в ключе лежит, и потом в самом объекте Panzer мы тоже с вами отправляем айдишник этого самого объекта. Вот тут, что опять-таки увеличивает объем пересылаемых данных. Нам все это не нравится, соответственно, мы с вами все это сейчас быстренько пофиксим. Начнем с WebSocket Handler, где у нас используется немножечко неудобный ридер. Мы его сразу убиваем и добавляем новое PrivateFinal поле, в котором у нас будет лежать ObjectMapper. Это тот самый старый добрый Jackson, с которым мы так хорошо знакомы, из пакетов FasterXML. И поле мы так назовем Mapper. Нам нужно, чтобы оно у нас провинциализировалось с помощью DIP-контейнера нашего. Все-таки на сервере у нас используется Spring, и нам можно использовать здесь всякие удобняшки. Что нам далее надо поменять? Здесь у нас этот ридер должен быть заменен на наш новый мэппер. И у мэппера нет метода parse, а то у него есть read3. FasterXML, конечно, тоже много создает лишнего мусора, но мы минимизируем этот самый мусор тем, что будем использовать сырое дерево, не создавая дополнительных позже. То есть этим он будет работать, во-первых, быстрее гораздо, а во-вторых, хоть чуть-чуть мы минимизируем вот эти все расходы. В любом случае, любой парсер, он создает у себя какое-то дерево внутри, когда разбирает объект. И, ну, там мусора получается все равно чуть поменьше, чем с использованием вот этих дополнительных прослоек. Так как мы распарсили объект, у нас теперь появляется новый объект JSON-Note, и нам его нужно передавать в наш хендлер. И, соответственно, мы видим, что у нас сразу начинает ругаться, что, мол, такого типа параметра у нас нет. Вместо JSON-Note мы, вообще-то, ожидаем JSON-Value. С помощью Alt-Enter заменяем все это счастье на нужные нам типы. Напоминаю, что на канале есть видео про те комбинации клавиш, которые я использую в своей работе. Ссылочка на это видео появилась наверху экрана, оно же будет в описании к видео. Также, где остальная информация, где можно пообщаться со мной и всем нашим сообществом. Ну и также поддержать канал для того, чтобы я продолжал создавать все эти самые видосики. Ctrl-Alt-B, чтобы провалиться в имплементацию этого самого лиснера в нашем геймлупе. И здесь мы видим, что у нас таких методов-то, соответственно, и нету, которые мы раньше использовали с другим парсером. А значит, что нам нужно сделать? Убрать просто упоминание типа и добавить его сбоку. As-Text. Запись стала чуть леньше, но читабельности не потеряла. Другая библиотека, а методы примерно те же самые. Так что особо париться не будем, просто продолжаем все эти изменения делать. As-Booling. Для того, чтобы быстро адаптировать код под изменившиеся зависимости. Небольшие эти изменения нам позволяют легко переехать и при этом сильно не заморачиваться из-за того, что у нас тут что-то пошло не так. Единственное, что эта библиотека у нас возвращает не float, а double. И значит, его нужно кастануть. Кастуем к float. Лишние скобочки. Ну, в принципе, можно убрать, чтобы было красивше и легче читалось. Все, переезд мы закончили. А значит, можно перейти к следующему этапу, который нам нужно выполнить. Это у нас отсылка сообщений о том, что connection установлен и передача айдишника для текущей сессии. И второе, это отправка сообщений всем другим сессиям о том, что данный игрок у нас отвалился. Немножечко переформатирую здесь код. Чтобы не создавать опять дополнительные какие-то сущности, я сделаю совсем уже дикую дичь. Я здесь буду формировать JSON сразу из строки, потому что, ну, на самом деле он здесь будет достаточно тупой. И я не вижу никакой большой проблемы в том, чтобы сразу здесь генерировать строчку, чуть-чуть упрощая работу нашему транспорту. В JSON у нас будет поле класс, как, собственно, у всех JSON-объектов, которые мы отправляем на клиента. И в этом поле класс мы будем хранить название того события, которое мы, соответственно, передаем на клиента. Это будут все шинки. И дальше пошла полезная нагрузка. Здесь у нас будет передаваться айдишник, вместо которого мы сейчас подставим placeholder person as stack. Но он же, кстати, у нас будет тоже строкой, поэтому его надо заключить в экранированные кавычки. И сюда мы помещаем наш session id. Таким образом, мы сформировали сразу JSON без всяких дополнительных мусорных расходов. Что нам дополнительно нужно сделать при дисконнекшене? Ну, на самом деле, все примерно то же самое. Единственное, что отсылаем мы не в ту же сессию, с которой все началось. То есть, если человек закрывает сессию, зачем знать, что он ее закрывает? Другим надо знать. И для этого у нас уже есть какой-то код, который здесь присутствует. Вот мы отправляем все данные, которые у нас соответствуют текущему стейту. Распространяются на все активные сессии. Единственное, что здесь мы не проверяем, является ли сессия открытая. Дело в том, что приложение работает достаточно быстро. И у нас может случиться такой момент, что мы сессию закрыли в тот момент, когда происходил обход этого цикла. И сессия еще не ушла из списка этих сессий. Поэтому делаем session is open. И таким образом проверяем, что сессия все еще открыта, прежде чем в нее что-то слать. Далее нам нужно вот этот код весь вынести в отдельный метод, чтобы использовать его для рассылки в broadcast таких сообщений для всех участников нашей игры. Единственное, что сюда не вписывается, это вот эта сериализация, потому что она относится конкретно вот к этому коду, который у нас здесь формирует это самое сообщение. А часть, которая у нас с пулом связана, мы ее можем смело вынести в метод и назвать его, допустим, sendToEverybody. Переименую здесь единственное, что метод. Пусть это будет не stateJSON, а просто JSON. И вот у нас есть метод для отправки сообщения для всех подряд. Добавим этот метод в DisconnectionListener. Ну и чтобы немножечко уменьшить длину видео, я сюда сразу скопирую готовое сообщение. Тем более, что структура его будет точно такая же. Единственное, что поменяется значение поля класс, где у меня будет название, допустим, evict. Исключение. Этим сообщением мы будем означать, что игрок с указанным id у нас исключается из игры. В принципе, мы здесь уже почти закончили. Единственное, что осталось еще расчесать, это убрать излишнюю информацию, которую мы отправляем клиенту. Мы не хотим дублировать ключи, мы хотим просто отправлять список всех тех персонажей, которые у нас сейчас в игре активны. Для этого нам нужно создать еще одно поле, рядышком с нашим полем Panthers. Пускай это будет называться PrivateFinalField Array. Опять используем коллекцию из LibGDX. Хранить она будет у нас наши танки. StayToSend. И здесь у нас будет новый Array. Этот самый Array у нас необходим для чего? Почему мы его описали в филдах? Потому что мы его будем периодически очищать, что сразу можно сделать. И в чистой мы будем складывать все персонажи, которые у нас сейчас активны, которые у нас уже рассчитались. Следовательно, после того, как мы взяли PanzerAct, мы берем StayToSend и добавляем сюда наш танк. Таким образом, пустая коллекция у нас наполняется. Мы не плодим лишнего мусора. Переиспользуем все, что есть. Мы очень экологичны. И в конце мы этот StayToSend передаем в сериализатор и отправляем клиенту. Все красиво, все очень экономично и все очень удобно. Переходим теперь к клиенту. К клиенту мы идем в HTML-модуль, потому что у нас опять происходят пляски со стороны ввода-вывода. А они у нас обрабатываются, естественно, все в платформозависимом модуле. Открываем HTML-ланчер и начинаем здесь творить магию. Какой тип магии нам нужен? Наш листнер сейчас, который слушает все коллбеки, немножечко колхозный, делает всякую херню, которая нам особо здесь не нужна. И плюс таймер у нас вызывается чересчур рано. Сейчас с этим совсем разбираемся, прежде чем перейти дальше. Во-первых, нам неплохо было бы добавить новый класс, в котором мы будем хранить всю информацию, то есть все обработчики сообщений, получаемых с сервера. Чтобы не раздувать именно класс-ланчер, который у нас и так уже прозросся до 70 строк. Поэтому мы создаем месседж-процессор. И пока что в этом месседж-процессоре мы ничего не добавляем. Мы идем, добавляем здесь в качестве филда в нашем ланчере. Private Message Processor. И его проинициализируем здесь же, в Create Application Listener. Кстати, Atomic Bullen нам больше не нужен, поэтому можно его бахнуть. Тут возникает интересный момент. Дело в том, что для того, чтобы как-то взаимодействовать с игрой, процессора никакой связи нет. Чтобы напрямую как-то этот стейт шатать, я предлагаю, пока мы этот стейт никуда не вынесли, сразу в стартер его и пропихивать. Следовательно, этот стартер нам неплохо было бы в месседж-процессоре получать. Поэтому делаем Private Final Starter Field. Alt-Inter, чтобы добавить его как аргумент конструктора. И здесь мы его инстанцируем. Message Processor. New Message Processor. И сюда пихаем наш стартер. Таким образом, у нас красивенько все проинициализировано. Далее этот Message Processor у нас должен получать данные, полученные из клиента. Берем Message Processor. И создаем ему метод ProcessEvent. И сюда передаем этот самый event. Alt-Inter, чтобы создать такой метод. Отлично все, можно теперь его процессить. Единственное, что я здесь опечаточку допустил. Слишком много букв C. Мы все подготовили для того, чтобы обрабатывать эти event в отдельном месте. Единственное, что нам осталось сделать, это немножечко отредактировать OpenSocketListener. Зачем это нужно сделать? Вся проблема кроется здесь в таймере. Дело в том, что этот таймер мы стартуем сразу же, как мы его создали. И пытаемся отправлять какие-то данные на сервер. Но проблема в том, что данные на сервер-то мы пытаемся отправить. Данных еще никаких нет, потому что соединение еще не открыто. Следовательно, вызывать таймер до того момента, как мы точно уже открыли соединение, никакого смысла нет. А значит, здесь нам неплохо было бы добавить вот такую корректировочку. То есть здесь мы вызываем наш Message Processor. И сюда же переносим инициализацию этого нашего таймера. Таким образом, когда мы открыли сокет, мы мало того, что обработаем наше сообщение, так еще и стартанем таймер, который отправляет по открытому соединению всю эту информацию, необходимую нам, на сервер. Итак, здесь мы закончили. Теперь переходим в Message Processor. Это самая главная правка, которую мы сегодня с вами должны сделать. Что у нас здесь происходит? Ну, во-первых, у нас имеется event, с которого мы можем получить данные. Эти данные у нас в виде строки, но бывает ситуация, когда они у нас могут быть null. Если они у нас null, ну что ж, мы, значит, мы это все игнорируем. По-хорошему можете добавить еще какую-нибудь здесь обработку, вывод сообщений об ошибке, отправка сообщений на сервер, что что-то пошло не так. Все зависит от вашей фантазии и тех целей, которые вы хотите реализовать. Далее. Эти данные, если они не null, значит, это все-таки JSON, скорее всего. Значит, нам нужен JSON Parcer. И у него вызываем метод parseStrict, куда складываем эти самые данные. Видим, что есть небольшая проблема. Во-первых, складываем все это value в переменную, пускай она будет называться parsed. Далее мы видим, что у нас вылезла какая-то краснота. Эта краснота нам сообщает, что данный класс у нас находится в каком-то другом модуле. Этот модуль у нас не прописан в дескрипторе приложения GDX Definition. Это все GWT-овские фишечки, это все его штучки, и они намешают. Да, если у вас IntelliJ Community, то, естественно, и подсветок этих у вас не будет, потому что это поддержка стороннего фреймворка. И, к сожалению, здесь как бы вам никаких хентов не будет. Далее, что нам нужно сделать? Если вы в Ultimate-версии идеи, нажимаем Alt-Enter и добавляем InHard нужный модуль в дескриптор. Если уже у вас идея не Ultimate, то тогда вам нужно ручками в GDX Definition GWT-XML файл добавить вот эту строчку. InHardetsName.com.google.gwit.json.json, который как раз подключает этот недостающий модуль. Краснота эта сразу не исчезает, потому что идее нужно время, чтобы подумать, привыкнуть к тому, что она здесь видит, смириться с тем, что больше ошибки никакой нет, и краснота постепенно уйдет. Может быть, даже в пределах видео вы это увидите. Далее берем Parst. Значения у нас могут серверы приходить в одном из двух видов. Либо объект, либо массив. Проверяем, что если это массив, и создаем соответствующую переменную, а также берем Parst из Object. Складываем это также в отдельную переменную. И в зависимости от того, что мы получили массив или Array, нам нужно проверить, а объект вообще у нас что-нибудь содержит. Если содержит, то мы будем делать ProcessArray. И сюда будем передавать этот самый Array. Alt-Inter, чтобы создать метод. В противном случае, если это у нас объект, который также не равен null, мы будем делать ProcessObject. И также через Alt-Inter создаем метод для обработки этих данных. В случае, если это не Array, не Object, опять-таки, на волю вашей фантазии я оставляю возможность добавить здесь необходимые обработки. Все эти обработки на самом деле нужны, хороши и правильные. Просто у нас и так уже количество серий стремится в бесконечность. И на каждый такой мелкий момент останавливаться, чисто технический, я, пожалуй, не буду. Первым делом давайте обработаем Array. Тем более, что по порядку у нас идет первый. Давайте с ним разберемся. В любом случае, он зависит от метода ProcessObject. И туда мы рано или поздно вернемся. Array нам нужно обойти. Так как это JSON-Array из библиотеки GWT, то обходить его надо не через всякие удобные штучки, а классическим методом. Через итератор, написанный ручками, где мы проверяем, что размеры массива у нас превышают счетчик итератора, который мы ручками инкрементируем. И здесь мы у этого Array можем получить элемент, который уже является JSON-Value. Проверяем, что это value у нас объект. И если этот объект не равен null, всегда проверяем, что мы не null получаем. В GWT как нихер делать получить такую ситуацию. Мы здесь вызываем наш ProcessObject и передаем туда object. И вот таким образом мы добрались до того момента, где мы будем уже разбирать те сообщения, которые получились с сервера. Ну, первым делом проверим, что object у нас пришел и имеет поле класс. Назовем переменную type. И если этот самый type у нас не равен null, то есть действительно у полученного объекта есть тип какой-то, который мы можем обрабатывать. И если у этого объекта есть действительно тип, что означает, что мы можем его обрабатывать, давайте его и обработаем. Используем здесь switch. Берем type. И, как мы помним, это у нас JSON-Value. Значит, нужно проверить, что это строка. И после этого только получить string value. Где у нас будет несколько веток для сравнения. Вспомним, какие у нас есть события, которые мы можем получить с сервера. Это не здесь. Это в геймлупе, наверное. Да, в геймлупе. Во-первых, это session key, который означает, что пользователь подключился. И вот, пожалуйста, твой эдишник. Это evict, который означает, что данный игрок сдался. Он вообще тряпка, пузька и все такое. И он отвалился у нас от игры. И третье. Мы можем получать state о состоянии игроков в игре. И этот state будет у нас иметь тип события Panzer. Вникли, вспомнили и потихонечку начинаем реализовывать. Во-первых, case session key. Case еще один для evict. Опять-таки break. Еще один case последний для Panzer. Снова break. И default, в котором тут уже я не поленюсь. Я сделаю себе выброс ошибки, чтобы, если я добавлю какое-то событие, чтобы я это еще на этапе отладки увидел, что у меня есть какая-то проблема. Known message, о, кавычки не забываем. Message type. И добавлю через конкатенацию сюда этот самый type. А с остальными вещами как раз уже будем разбираться. Ну, во-первых, что нам нужно сделать? У нас есть object. И мы у него получаем id для session key. Проверяем, что это и string, и string value. Это будет mi id. Айдишник текущего игрока, который нам нужно вставить в наше приложение. А это значит, что мы берем стартер, который мы заботливо сюда подбросили изначально. И ему добавляем метод set mi id. Куда передаем этот самый mi id. Alt enter, чтобы создать метод. И у нас начинает меняться класс стартер. Здесь мы объект игрока хранили в виде отдельного поля. Но сейчас в нем необходимость пропадает, поэтому я сразу сделаю string mi id. Чем сразу создам кучу красивой красноты в классе. Но потом к этому мы еще вернемся. This mi id равно mi id. Айдишник при получении мы установили. Следующее действие, которое у нас происходит, это исключение игрока из игры. Опять-таки object get id, уже все знакомое, и string, string value. Складываем это переменно, и здесь у нас id to evict. Исключаем этого игрока из игры. Значит, в стартере нам нужен новый метод, который будет называться evict. Куда мы передаем этот самый айдишничек, который мы получили. Опять-таки alt enter для создания нового метода. И в этот момент мы осознаем, что откуда исключать-то его мы и как бы не придумали еще. У нас здесь есть список врагов, но врагов как таковых уже нет. У нас пропали какие-то там псевдокомпьютерные персонажи. У нас остались только персонажи, которые другие игроки. И их надо хранить как-то немножечко по-другому. Мы сразу понимаем, что у нас есть операции добавления персонажа в игру, которые айдишник не требует. Но у нас есть и операции удаления персонажей из игры. А также мы периодически хотим получать текущего игрока из этой коллекции. Значит, нам нужно какое-то соответствие. А значит, это словарь, значит, это мэп. Создаем private поле ObjectMap. Одна из коллекций LibGDX. Где ключом будет у нас айдишник, значит, строка. А значением будет объект игрока Panzer. Это у нас будут Panzers. Сразу интенсируем этот ObjectMap. И по коду сразу пробежимся. Слегка модифицируем его, чтобы убрать эту красноту. Во-первых, переменная Mi. Она у нас теперь становится локальной. И после того, как мы создали этот объект, мы сразу закидываем его в коллекцию этих наших танков. Поле MiID. В котором хранится айдишник данного танка. Ну, значением ставим сюда Mi. Данный кусок кода с врагами мы сразу убираем, потому что он уже не актуален. Он уже ничего не отображает. И тут, конечно, у внимательных наблюдательных зрителей возникает вопрос. А какого рожна мы здесь пихаем MiID, а вдруг его еще нет? И тут возникает интересный нюанс того, как вообще у нас код работает. Кстати, вот краснота исчезла. Все. Идея смирилась с тем, что модуль подключен. Дело в том, что сообщения мы начинаем получать задолго до того момента, когда у нас инстанциировалось само приложение игры. Ядро LibGDX, оно инстанцируется достаточно долго. Сначала оно полностью инстанцируется, загружается, что мы производим. Но вот это инстанциирование, это еще не конец всей истории. Там внутри начинается очень много всяких вещей, типа загрузка всего контекста приложения, подгрузка всех ресурсов сервера. То есть это все ассеты, которые мы здесь прорисовывали, где они у меня здесь лежат. То есть это Panzer, иконка, это плюс еще какие-то вещи. Все это нужно развернуть, на все это требуется время. И за это время мы вполне себе успеваем, пока все это инстанцируется и инстанциализируется, мы успеваем инстанциализировать наш коннекшн к серверу, запустить всякие таймеры, настроить все листнеры и получить еще ответ от сервера с текущим айдишником, который мы, собственно, здесь устанавливаем. Он уже прилетает. И на тот момент, когда вызывается метод Create, у нас приложение уже готово. Конечно, мои заявления и мой ничтожный опыт не говорят о том, что это все правильно, и оно будет обязательно работать на проде. Но до прода мы еще доберемся. Преждевременные оптимизации, они корень всех бед. Мы прототипируем и учимся через прототип создавать какое-то новое приложение. Поэтому я это оставляю сейчас, потому что оно действительно будет работать. И мы еще доберемся до момента, когда это можно будет как-нибудь поломать, изменить и как-нибудь еще ухудшить. Смотрим метод рендер. Здесь у нас уже перемещать и вращать нашего игрока не нужно, а значит мы это удаляем, потому что мы теперь все будем получать с сервера. И в батче вот эта пачка нам тоже не нужна, потому что, во-первых, врагов никаких нет, во-вторых, текущий игрок, он ничем не отличается для клиента от всех остальных, его рендерим в общей пачке, не заморачиваясь. Поэтому здесь просто через цикл будем обходить всю нашу коллекцию с танками. Берем все эти наши танки, получаем у них список ключей, и через самый простой итератор обходим всех. Panzers.getKey.render. И сюда передаем батч. Таким образом, рендер мы упростили значительно и унифицировали все объекты игровые к одному виду. Далее в Dispose, так как ми у нас нету, мы его сразу убираем. А вот Panzers.values мы можем как раз обходить в цикле для того, чтобы их просто задиспозить. В этот момент никаких больших проблем нету. Мы освобождаем ресурсы без всяких заморочек и зазрений совести. Видим последнюю красную точку. Это вызов поля ми, которого у нас уже не существует, но мы можем его эмулировать. Panzers.get.mi.id. И вот, пожалуйста, у нас есть переменная mi, которая содержит ровно то же самое, что и было раньше. Но есть небольшая проблема. Как я уже говорил, Handle Timer у нас инициализируется в HTML Launcher при открытии сессии. И есть ненулевая вероятность, что он отработает раньше, чем мы успеем установить ID-шник. Поэтому в коллекции Panzers у нас может оказаться ноль объектов, а значит потом попрет ошибка input-процессор, глюканет, там, send не получится и все такое. Поэтому не помешает проверить, что Panzers у нас не может быть empty. Все, все ошибки исправили, а значит мы можем уже из коллекции Panzers удалить ID-шник, тот, который нам пришел как человек, исключенный из игры. Вот таким образом мы сразу и рефакторинг провели небольшой и адаптировали игру под получение данных с сервера. И последняя, самая важная часть, которая у нас еще осталась в нашем message-процессоре, это получение обновленных данных от нашего сервера по игрокам. Что у нас здесь имеется? Ну, у нас есть объект, у которого есть несколько полей, которые содержат информацию о местоположении и состоянии игрока на экране. Во-первых, это координата x, в которой мы проверяем, что это number, и получаем double value, которое потом кастуем к флоту. Все это складываем в переменную x и смело можно продублировать для переменных y и angle, которые у нас точно с тем же типом. И остается только получить ID-шник, object get id, который, как мы знаем, строка. И после того, как мы все эти данные получили, осталось только обновить положение данного танка на игробом поле конкретного клиента. Создаем новый метод update-panzer, который передаем ID-шник, координату x, y и angle-угол поворота башни. Нажимаем alt-enter, чтобы создать такой метод. И поехали. После того, как мы получили данные на обновление, нам можно уже обновлять объект. Значит, берем panzers, get, ID-шник у нас есть, значит, мы можем получить конкретный танк из коллекции. Если этого танка у нас нет, значит, нам надо его создать. И тут всплывает одна интересная проблемка. Создать-то танк мы можем. Вот, пожалуйста, я написал все. Беру текстурку из ассетов, panzer enemy, потому что, напомню, танк для текущего игрока мы создаем при старте приложения. И вот как раз со стартом приложения здесь связана одна небольшая проблема. Дело в том, что update-panzer мы можем получить через сокеты сильно раньше, чем у нас проинциализировалось наше приложение. Как я уже говорил, инциализируется оно сильно дольше, чем устанавливать соединение с сервером. И при вызове вот этого метода, можете сами попробовать, вот в текущем виде у вас будет ошибка, если уже на сервере кто-то есть, вы подключаетесь, а текстура не загрузилась. И будет случаться ошибка, вы не сможете просто начать играть. А значит, нам не нужно выполнять весь этот код до тех пор, пока приложение не проинциализировалось. Конечно, можно добавить какой-нибудь флаг, который будет устанавливаться в методе create. Но так получилось, что этот флаг у нас на самом деле уже есть. Вот он. Если мы проинциализировали приложение, значит, у нас уже в коллекции panzers есть один объект. Это текущий игрок. Он будет самый первый у нас добавлен в коллекцию. А значит, мы можем просто здесь добавить проверку. Если panzers is empty, значит, return. Значит, игра еще не готова. Движка игры еще не инициализировалась, а значит, никакого обновления нам делать не стоит. Защитились от этой проблемы, значит, мы можем теперь взять новый созданный panzers и запихать в коллекцию. Таким образом, если у нас такого танка еще нет, может быть, это новый присоединившийся, либо мы сами только присоединились к серверу, значит, мы его добавляем в нашу коллекцию и далее с ним спокойно можем работать. Если же мы его нашли, то есть panzer у нас не равен null, значит, нам просто нужно обновить его позицию. Берем panzer, moveTo, и мы здесь ожидаем вектор, но вектора у нас нет. Создавать новый вектор не хочется мусорить, поэтому я буду передавать сюда xy и просто создам новый метод. Метод создали, и нам нужно теперь прокинуть эти две переменные. Стоит хранящий позицию данного игрока. Стоит у нас храниться в векторе. Берем vector position и здесь устанавливаем ему значение xy. xy. Будьте внимательны, и у нас здесь используются разные методы. Здесь add, а здесь set. Add добавляет значение к вектору, то есть берем координату x-вектора и к нему добавляем то, что получили на входе. А set просто заменяет их полностью. Если вы установите set, то скорость танка на экране у вас просто поразит. Ну и начинать вы будете где-то далеко за границей экрана. А после того, как мы установили позицию, нам нужно обновить origin. Вот с origin можно не церемониться, тем более, что здесь так и стоит set. Position устанавливаем, и остальное все точно то же самое. После того, как мы обновили положение, либо задали новое, либо обновили его для существующего объекта, нам нужно его еще и повернуть теперь. Rotate to. Опять-таки, мы здесь ожидаем на вход вектор, который хранит координаты мыши. Но с сервера мы эти координаты мыши, естественно, получаем. Мы получаем угол. Angle. Кстати, что у меня здесь за дичь хранится? И опять возникает проблема, что такого метода у нас нет. Добавляем новый метод в Panzer, в котором будет храниться именно поворот на какой-то угол, а не след за какой-то координатой мыши. AngleField, хранящий угол в виде вектора. И используем метод SetAngleDec, куда запихиваем угол, который получаем с сервера. И здесь опять возникает нюанс. Дело в том, что раньше мы корректировали вот этот угол, а теперь у нас эта коррекция не нужна, ввиду того, что с сервера мы получаем уже сразу корректный, правильный, рассчитанный угол. Далее у нас еще возникает одна небольшая проблема, также связанная с углом наклона. Так как раньше мы делали Rotate to за счет того, что у нас был вектор, мы ему задавали позицию мышки. И позиция мышки у нас всегда отличалась от координат текущего персонажа. И вектор всегда был больше единицы. Сейчас же мы пытаемся управлять углом наклона у вектора, который по умолчанию у нас нулевой. То есть обе его координаты x и y, они равны нулю. И если это так и оставить, можете поэкспериментировать, посмотреть, у вас будет интересно танк шевелиться только в одну из двух сторон. Либо налево, либо направо. Чтобы этого избежать, нам нужно задать хоть какое-то значение. Я сделаю единичный вектор. Вы можете задать, в принципе, любое значение, какое хотите здесь. Главное, чтобы обе координаты в сумме давали какое-то значение, то есть какую-то длину вектора, отличную от нуля. Вектор не должен быть нулевым. И теперь что нужно сделать? Конечно же, нужно взять и подписаться на канал и поставить лайк под видео, прежде чем мы попытаемся все это запустить. Пока я запускаю, вы со спокойной совестью идете, все это прокликиваете, можете даже написать комментарий, потому что этот процесс долгий и вы ничего не пропустите. Все завелось. Пробуем обновить экран. Естественно, сникают ошибки. Надо запустить компиляцию, чтобы сбросить кэш. Итак, смотрим. Ничего не работает. А, ну да, логично. Проблема в том, что двигается рывками это все у нас, потому что я забыл обновить параметры, частоту обновления экрана, скажем так. Во-первых, это частота отправки данных на сервер. Таймер у нас стоит раз в секунду. Ну, сделаем, допустим, 30 раз в секунду, чего вполне должно хватать. То есть раз 30 раз в секунду, то есть 30 кадров в секунду, вполне терпимая частота. А вот для данных, которые сервер будет нам рассылать, можно частоту, наверное, даже немножко поднять, но я не буду. Попробуем на 30 кадрах в секунду это все дело использовать. Так, сервер перезапустим, а клиента перерендерим. Раз, два. Так, компайл. Итак, все обновилось, проверяем, все начало двигаться, немножечко рывками. Как раз можно, значит, все-таки на сервере добавить скорость обновления и перезапустить его. А вот клиентов надо пересобрать, чтобы они аккуратненько, актуальненько все показывали. Ну вот, гораздо плавнее стало все двигаться. Видим, что у нас мой персонаж находится синенький на левом экране, правом, на правом экране он также красиво шевелится и дулом шевелит. А вот теперь с правого экрана персонаж точно так же синхронно в обоих браузерах красиво шевелится и все, все как положено. Третий персонаж за границей экрана у меня расположен, он тоже сейчас, опа, пошел красиво ползать. Так, единственное, что его надо обновить, чтобы он не тупил. Видим, что все нормально и когда я обновляю экран, видим, что сразу же этот персонаж исчезает у других игроков. Вот он стоит посредине у меня сейчас и если я его обновляю, он тут же исчезает здесь. Отлично, значит наше оповещение о том, что человек выбыл из игры, оно также отлично работает. Спасибо, что посмотрели это видео. Приходите общаться в наш телеграм-канал, приходите на мой второй канал, ссылочка на который есть так же, как на телеграм-канале стримы на втором канале и в целом куча полезной информации здесь в описании под видео. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Вот это все. Всем спасибо, всем пока. Так, не, всю херню, Миш, переделаем.